Ядвига Поплавская Эстрадная певица белорусского происхождения, солистка первого состава ансамбля Верасы, композитор, продюсер, аранжировщик, народная артистка Беларуси. Ядвига Поплавская родилась в белорусской деревне, в Делядовиче, Воложинского района. В паспорте дата рождения числится 1 мая, хотя на самом деле она появилась на свет 25 апреля 1949 года. Идея создания коллектива Верасы принадлежала студентке консерватории Таисии Тлехуч Мироновой, задумавшей создать группу, аналогичную песнярам, только женскую. В 1973 году в Ее пришел ее будущий муж Александр Тиханович, бас-гитара, вокал, труба. В 1980 году ансамбль был в числе почетных гостей и был приглашен на фестиваль «Золотой орфей», проходивший в Болгарии. В 1986 году разразился скандал. В кармане концертного костюма Александра Тихановича были найдены запрещенные вещества. Сам артист впоследствии объяснял это интригами и попытками устранить его из коллектива. По его словам, запрещенные вещества ему подбросили. Тихановича арестовали по обвинению в употреблении их и распространении. Ему грозило 10 лет тюремного заключения. Но на суде он был оправдан. После этого скандала Едвига Поплавская и Александр Тиханович ушли из коллектива и устроились в только что организованный оркестр под управлением Михаила Финнберга. Вскоре они создали свою группу «Счастливый случай». С песней под названием «Счастливый случай» Эдуарда Ханка и Лариса Рубальская, Поплавская и Тиханович стали лауреатами фестиваля «Песня года 1988». В 1975 году Едвига вышла замуж за коллегу Александра Тихановича. Как признавался в интервью гитарист, он положил глаз на привлекательную вокалистку еще до того, как судьба свела их в одном проекте. Но красавица не сразу уступила обаятельному исполнителю. Поклоннику потребовалось еще пара лет, чтобы повести избранницу под венец. Семья Поплавская и Тихановича стала образцовым примером отношений к представителям белорусской эстрады. Через пять лет брака Едвига родила дочь Анастасию. Она продолжила семейную традицию и стала певицей. В 2010 году медики диагностировали у Александра Тихановича тяжелые заболевания легких. Едвига бросила все силы на поддержку любимого, работала на износ. Но время было упущено. Тиханович скончался в январе 2017 года. Ему было всего 64 года. В это время вокалистка находилась на гастролях, чтобы заработать деньги на лечение. Исполнительница тяжело переживала уход супруга. В январе 2018 года Поплавская стала жертвой ДТП. При переходе дороги по зебре ее сбил невнимательный водитель. Когда две машины остановились, пропуская женщину, третий автомобиль не затормозил. Певица попала в больницу с переломом ноги, где провела 10 дней. Мало того, что авария подорвала ее здоровье, так еще 6 января умерла ее мама. А ведь как раз она весь год после смерти мужа была для нее поддержкой. Артистка озаботилась и ухаживала за матерью, отвлекаясь от печальных мыслей. Сейчас ядвига Поплавска все так же скорбит об уходе своего любимого мужа. Ей 73 года. Редактор субтитров А.Семкин